Мы с вами рассмотрели алгоритм градиентного спуска. Однако для того, чтобы осуществить градиентный спуск, нам нужно знать производную по всем параметрам. Если функция потерь дифференцируема, то пока что мы знаем с вами только производную по выходу из сети, а не по всем параметрам. Нам нужно понять, как рассчитать производную по всем параметрам нейронной сети, зная производную по выходу из нейронной сети. Для того, чтобы узнать производные по всем параметрам, мы рассмотрим с вами правила цепочки. В математическом анализе оно также известно, как правило производной сложной функции. Для этого мы с вами введем понятие графа вычисления. Что такое граф вычисления? Допустим, у нас есть вот такая функция. Она достаточно сложная. Представим эту функцию в виде графа вычисления. Во-первых, у нас есть вход в этот граф вычисления. Это некоторый аргумент х. Вот он. Этот аргумент х скармливается в функцию f1. Далее результат функции f1 скармливается в функцию f2 и f3. И далее оба результата функции f2 и f3 скармливаются в функцию f4 в качестве аргументов. А затем вычисляется результат работы функции f4. Это y4. И затем вычисляется окончательная функция потерь L. Нам нужно взять производную от этой сложной функции. Для того, чтобы посчитать производную от вот такого графа по любому параметру, вспомним с вами правила дифференцирования сложной функции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...